Благословение Господне да пребывает со всеми нашими богомольцами, собравшимися почтить сегодняшний воскресный день, День памяти Святых Отцов Первого Вселенского Собора. Мне хотелось бы сегодня несколько слов с вами вот на какую тему просто поразмышлять вместе. Православное паломничество – это такая замечательная возможность обновить наши ощущения, обновить наше чувство веры. И вот этот год, как многие из нас знают, он юбилейный. 800-летие обретения мощи преподобного Сергия Игумена Радонежского и Всероссийчего Отворца. Поэтому я прямо настоятельно рекомендую тем, кто давно не был в лавре, а может быть и был, но ищет, куда бы направить свои стопы, не пренебрегать этим замечательным святым местом. Тем более, что его можно изучать, изучать и еще раз изучать. Вот у меня в руках такая замечательная книжица, изданная самой Троицей Сергией Лаврой, называется «Иллюстрированный путеводитель». Вот он такой толстый, этот путеводитель. Я его приобрел в лавре во время предпоследней своей поездки. И мне хотелось бы просто поразмышлять сейчас, какой могла бы быть, как мне кажется, идеальная поездка, если мы едем. Потому что, знаете, поездки бывают разные. Бывают такие поездки, я вот помню, одна знакомая съездила так на Святую Землю, отдыхая в какой-то стране недалеко, и вернулась с такими круглыми глазами. И очень много сил пришлось приложить для того, чтобы ее реанимировать. Потому что экскурсовод неверующий попался, какие-то искушения в пути, в дороге, и она приехала в совершенно разбитом духовном состоянии. Вот то же самое может быть и с нами, если мы предпринимаем путешествия в святые места, но не как паломничество, а как, знаете, такой религиозный туризм. Приехали, посмотрели широко открытыми глазами и уехали. Вот первое, на что бы мне хотелось обратить, это, конечно, посещение любого святого места невозможно без участия в богослужении. Собираемся в лавру. Посмотрим на сайте расписания богослужений. В 8.30 сейчас начинается поздняя божественная литургия, летом в Успенском храме, зимой в Трапезном храме. Вот самое хорошее, может быть, если мы едем из Москвы, приехать как раз к божественной литургии. Или приехать немножко пораньше. Зачем? Потому что, как правило, жизнь любого человека, который трудится в лавре, она начинается с чего? Правильно. С молитвы у мощей преподобного Сергия Игумена Радонежского. Очень хорошо, приехав в Троицу-Сергиевую лавру, прежде всего пройти в Троицкий собор, тем более, если вы сейчас поедете туда, то есть надежда, что уже леса снимут. Я вот как-то уже неделю или две назад рассказывал вам о том, что встречался с группой реставраторов, которые как раз занимались последний, может быть, год, реставрацией росписи Троицы-Сергиевой лавры. К сожалению, вот наше приношение в виде свечей, они оказывают разрушительное воздействие на храм. И с какой-то периодичностью, даже в таких местах, где предпринимаются все усилия для того, чтобы сохранить уникальные росписи, для того, чтобы сохранить иконы преподобного Андрея Рублева, даже в таких местах приходится предпринимать в какие-то моменты особые усилия. Ставить леса, брать в руки стирательную резинку, тереть, потом какими-то растворами еще как бы делать какие-то действия, для того, чтобы раскрыть красоту росписи православного храма. И вот сначала к мощам преподобного Сергия, потом, конечно же, божественная литургия, которая, как правило, поется, служится собором священнослужителей, братья Троицы-Сергиевой лавры, поет замечательный хор мужской, который состоит из братьев, из семинаристов, из слушателей Духовной Академии. Обязательно в Успенском соборе, в правой его части, у правой сельи, нужно подойти к гробу преподобного. Это такое вот очень сильное впечатление от этого гроба. Это такая большая колода в дереве и высеченная такой вот гроб, как раньше, вот эти старинные гробы, да? Вот такая святыня, святыня, да. Куда потом подать свои, куда потом направить свои стопы? Ну, если мы в Успенский собор зашли, Троицы-Сергиевой лавры, очень хорошо не пропустить крипту храма, спуститься вниз, потому что внизу находится трехпредельный храм, где после литургии служится, как правило, молебны заказные, и главный престол этого храма посвящен празднику всех святых в земле русской. Быть погребенным в Троице-Сергиевой лавре – это величайшая милость Божия. Поэтому, конечно, вот люди, знающие, благочестивые это знали, и как раз в крипте два замечательных погребения наших первоиерархов в русской православной церкви, святейшего патриарха Пимена, который представился в 90-м году. Многие из нас застали его еще. И погребение святейшего патриарха Алексея I Семанского. Там же находится в крипте. Два года назад, если мне память не изменяет, туда же были перенесены останки последнего духовника Троицы-Сергиевой лавры, такого всероссийски почитаемого старца Зосимы Захарии, который был погребен на Веденском немецком кладбище города Москвы, очень почитаем в православной среде. И вот какое-то время назад его мощи были обретены, и сейчас они находятся как раз, вот тоже их погребены в крипте Успенского храма. Ну, конечно, о божественном мы думаем, но подкрепиться тоже неплохо. Возможности разнообразны. Вот тут бочка с квасом стоит, как бы для тех, кто горлышко промочит. Небольшая кафешка. Но я бы вам посоветовал зайти в одно место, которое, как говорится, для своих, на территории Троицы-Сергиевой лавры. Что это за место такое? Если стоять лицом к Успенскому собору, слева находится комплекс, который занимает Московская духовная академия, высшая духовная школа православной церкви. В красивейших чертогах находится, так сказать, храм покровский академический и так называемый ЦАК, церковно-археологический кабинет. Но к ЦАКу мы еще вернемся, а вот если мы от Успенского собора пойдем прямо налево, вот в сторону академии, мы увидим калиточку, которая сейчас открыта, и такой указатель. Книжная лавка, кафе, ну и, конечно же, покровский храм. И можно совершить, можно как бы приятное с полезным совместить. Во-первых, посмотреть академический храм покровский. Этот храм, где молятся студенты Московской духовной академии, где они поют, где они совершают богослужения. Красиво расписан, благолепный. Можно даже туда и на богослужение попасть. А вот в первом этаже, как раз, немножко в стороне от храма, на первом этаже вот этого как бы корпуса, куда мы прошли с вами, находится небольшое кафе. Все там очень скромно, но сама атмосфера, обстановка, все прямо чудесно. И с видом прямо на Успенский собор Троицы Сергея Лавры. Я уже упомянул о ЦАКе, если у нас время позволяет, если мы заранее как-то об этом подумали, то есть два варианта таких, ну как бы такого музейного, что ли, времяпровождения в Троицы Сергея Лавры. Первый – это церковно-археологический кабинет Московской духовной академии. Конечно, записываться заранее, узнавать, звонить по поводу экскурсий, как можно попасть, что это за место такое. При высшем духовном учебном заведении Русской православной церкви в середине XX века был создан такой церковно-археологический кабинет по хранению церковных древностей, по хранению особо чтимых икон, по хранению богослужений. Вот многие иерархи православной церкви отдавали туда свои богослужения, там патриаршие богослужения, облачение, по-моему, патриарха Тихона, множество разнообразных святынь, и не только святынь, ну и как бы таких вот разных даров, которые преподносили Трои Церкви в Лавре, Духовной Академии, интереснейшее место, тем более, что, как правило, экскурсоводами выступают студенты московских духовных школ, очень так живо рассказывают, как бы подробно, ясно, понятно. И там же, кстати, можно, там же, вот я уже сказал, что там один из указателей, храм, потом кафе и лавка, лавка, да, вот как раз лавка академического храма, там можно пообщаться с живым семинаристом, да, это тоже немаловажно. Вот вообще, как бы одна из основных таких вот, ну, одно из основных таких вот, ну, как бы, ради чего мы иногда едем, святые места, вот такие места особые, то, что, конечно, вот Лавра, это прежде всего люди, замечательные люди, которые там молятся, братья Трои Церкви в Лавре, это целомудренные лица молодых юношей и девушек, которые там учатся, это будущее Русской Православной Церкви, будущее, будущие священники, будущие регента, будущие жены священников, будущие иконописцы, потому что одно из отделений, вот, духовных школ, это иконописное отделение, где учат как раз вот специалистов, которые потом расписывают храмы или пишут иконы. Замечательные лица замечательных людей, да, одно наслаждение просто быть вот в этой особой духовной атмосфере, которая проникнута любовью к преподобному. Даже вот в допандемические времена было немножко не так. Очень много было китайцев. Я, как бы, это говорю безоценночно, но в этой огромной толпе можно было потеряться. И своих уже не видишь. Идут китайцы сплошным потоком, прямо вот так вот идут. Вот, но времена изменились, таблички на китайском остались, кто может, кто хочет, может протеренироваться в навыке, так сказать, своего китайского языка. Вот, таблички остались, но китайцев нет, да. Есть еще одно очень интересное место в Троицей Сергея Лавры, которое обычно как-то проходит мимо нашего такого взгляда, это Ризница. Дело в том, что на территории Троицей Сергея Лавры до сих пор сохраняются некоторые, как бы, некоторые отделы Сергиево-Пасадского музея. И вот как раз Ризница Троицей Сергея Лавры – это филиал Сергиево-Пасадского музея. Но это ни в коей мере не умаляет ее, не умаляет ее, как бы, вот, величины. Множество замечательных предметов там хранятся, и особенно предметы, которые связаны с жизнью преподобного Сергия. Филонь преподобного Сергия. Деревянные сосуды, на которых он служил. Дары, которые приносили преподобному Сергию. И вот, как такие видимые, вот, мы, когда бываем в Лавре, мы понимаем, что мы одни из сотен тысяч, может быть, одни из миллионов, кто до нас приходил к преподобному, кто ему молитву свою, вот, как бы, нужды свои изливал, игумена земли русской. До нас множество замечательных людей было в этом святом месте. Вспомним наших великих царей, Иоанна Васильевича Грозного, Бориса Годунова. Я недаром упомянул этих двух исторических личностей, потому что, если вы зайдете в Троицкий собор, Троица Сергия Лавры, где находятся мощи преподобного, то вот одна из загадок, которая иногда внимательного зрителя, так вот, может, как бы, его озадачить. Почему в местном ряду Троицы Сергия Лавры, Троицкого собора, две иконы Святые Троицы? Одна справа от царских врат, другая слева. Как так? Дело в том, что когда вот все русские цари, они считали для себя честью сделать вклады в Троицкий монастырь. И один из вариантов вклада был сделать ризу на икону. Как правило, ризы делались или из золота, или из серебра, отделались драгоценными камнями, и это был, это была дань уважения русских царей смиренному радонежскому игумену. И вот Иоанн Васильевич Грозный сделал такой вклад, сделал ризу к иконе Святой Троицы. Времена прошли, прошли столетия. Борис Годунов у нас новый царь, он тоже хочет свой вклад сделать. А тут уже есть одна риза Иоанна Васильевича Грозного. Нельзя же вот так взять и как бы вот тогда что делают? Пишут в список точную копию с иконы Троицы, ставят ее слева в местном ряду, на нее перемещают ризу Иоанна Васильевича Грозного, вот на то место, где сама Троица уже дар царя Бориса Годунова. Такие тоже были истории в истории Троицы Сергиевой Лавры. Очень много интересных мест. Даже книжная лавка может быть таким открытием, откровением. Если вот от Троицкого собора вниз идти, там такая башня круглая, в ней находится редакция издательства Троицы Сергиевой Лавры на верхнем этаже. Очень хорошие книжки издают на такой красивой белой бумаге. Это единственное место, где единственная структура Русской Православной Церкви, имеющая собственную типографию. Это не просто так иметь собственную типографию, содержать все вот эти расходы. Как правило, все книги, большинство книг, которые мы держим в руках, они напечатаны в светских типографиях, где как бы и календарей печатают, и еще что-то печатают, и духовную литературу печатают. А в Лавре есть своя типография, свое издательство. И есть замечательная книжная лавка, которая находится на одном из этажей вот как раз вот этой круглой башни рядом с храмом живоначальной Троицы, где находятся мощи преподобного Сергия. Я мог бы дальше очень много рассказывать, но это целый мир Троицы Сергия Лавры. На обратной дороге можно посетить, мы, конечно, должны перекусить, подумать, у опытных паломников спросить, куда сходить, где посидеть можно, да, есть множество замечательных мест на любой вкус и кошелек, но самое главное, конечно, другое, мы же подкрепляемся для того, чтобы дальше нам продолжать путешествие. Вот на обратной дороге можно заехать и в Ходьков монастырь к родителям преподобного Сергия и в село, скромное село Радонеж, где жили родители преподобного и где он проводил первые годы своей жизни, свое юношество. Вот, и еще множество мест вокруг Троицы Сергия Лавры в самом Сергиевой посаде, которые незримыми духовными нитями связаны с Троицы Сергия Лавры. Гефсиманский скит, Вифания, скит Параклита, да, то есть множество таких интереснейших мест, братское кладбище монахов Троицы Сергия Лавры. Тоже особое место, где находится погребение множества достойнейших, замечательных людей, преподавателей духовной академии и братьев Троицы Сергия Лавры. Вот, как бы, и вот, если мы с молитвой совершаем такое паломничество, если мы начинаем с молитвы, с богослужения, если мы какое-то время постоим у мощей преподобного Сергия, не будем быстро пробегать, да, постоим, помолимся, записочку напишем, послушаем, хотя бы какую-то часть Акафиста, да, то вот это наше паломничество, оно будет наполнено особым духовным смыслом. И Господь в виде наше доброе расположение через наши жизненные обстоятельства будет давать ответы на наши вопросы. Ведь часто мы идем в паломничество, есть у нас какая-то нужда, мы молимся, Господи, открой волю Твою о мне грешном, о мне грешный, Господи, вразуми меня, поддержи, но как Господу нам открывать свою волю? В древнем Патарике, не буду пересказывать эту историю, напомню только ее окончание, в древнем Патарике есть одна замечательная история, которая напоминает нам о том, что люди должны вразумляться от людей. А вот у меня, например, тоже такое жизненное наблюдение было, жизненное наблюдение, что, знаете, вот разные бывали ситуации, я там куда-то приезжал в какое-то место, где-то вот книжки какие-то смотрел, вот иногда вот смотришь на книгу, думаешь, взять, не взять, взять, не взять, вот я ни разу не было такой ситуации, когда бы я книгу взял, где-то в лавке в какой-то еще что-то, листовочку какую-то и потом пожалел. Как правило, через эту книгу что-то, потом листаешь и смотришь, «Ух ты, как интересно!» Это же ответ на мой вопрос. Или же человека какого-то встретим совершенно неожиданно, которого там сто лет, может быть, не видели, и что-то как бы, что-то, или услышим что-то, или просто мерьком что-то увидим, что как-то вот нас заставит задуматься. И через это Господь, опять же, напоминаю, что Господь свою волю о нас открывает через жизненные обстоятельства, в которых он нас ставит, и вот в этих обстоятельствах нам дает определенное как бы делать наблюдение. Ну, как говорится, если мы не будем эти наблюдения делать и духовных выводов делать, ну, что ж тогда? Ну, тогда мы, наверное, неисправимы и нечем нас вразумлять. Но мы-то просим, чтобы Господь нас вразумлял, мы-то хотим, чтобы Он нас вел, мы-то хотим, чтобы все-таки какой-то у нас, ну, если уж не духовная жизнь была, то подобие духовной жизни. И вот как раз правильно организованное паломничество, молитвенно организованное паломничество, это одна из возможных таких ступенек, которые приближают нас к Богу. Спаси всех, Господи, Божьей помощи и благословения всем нашим богомольцам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok